Во время записи видео мы используем имеющиеся настройки, которые мы до этого осознанно выбрали и которые обеспечивают нам оптимальное качество изображения, поэтому мы записываем видео. Естественно, в видеоролике имеет смысл записывать разумные продолжительности на движущихся объектах, там где необходимо зафиксировать динамику движения микрообъектов в относительно другой части мазка или микрообразца. Итак, я нажимаю на остановку, значок красный, стоп, и происходит, появляется название, видео с названием таким-то сохранено, captured, то есть захвачено. Итак, давайте продолжим изучать настройки. Обратите внимание, у нас автоэкспозиция, которая позволяет камере подстраиваться под яркость изображения. То есть я вот сейчас уменьшаю, оно делает всё светлее и светлее потихонечку за счёт встроенных усилителей. Дело слишком яркое, оно раз уменьшает суммарную яркость. Естественно, лучше всего использовать камеру с хорошим высоким уровнем освещения. Я потом люблю отключить баланс, автоэкспозицию, и уже регулирую. Видите, я уменьшаю яркость, а она не компенсируется настройками камеры. То есть нам это позволяет работать уже конденсором Абби, уменьшая, увеличивая контрастность, увеличивая освещенность. Это позволяет нам достичь более высокой яркости, контрастности, если нам это нужно. Итак, следующее. То есть когда у нас зафиксирована, снята автоэкспозиция, мы имеем возможность выбрать время экспозиции в миллисекундах и усиление. Не рекомендую регулировать эти настройки. Вы используете то, что вам, так сказать, те настройки, которые были в момент отключения автоэкспозиции, дальше уже регулируете яркость и контрастность с микроскопом. Кроме того, есть возможность изменить баланс белого, канал красного, канал зеленого, канал синего. С помощью ручного баланса белого мы можем это поменять. Существует также это manual white balance. Также существует общий автоматический баланс белого. Global auto white balance. Мы можем это выбрать. Немножко изменилась комбинация этих бегунков, регуляторов. Также есть баланс белого по выбранной зоне. Эту выбранную зону мы можем вручную переместить уже мышкой, нажав на нее и перетащив. Но я предпочитаю глобальные настройки баланса белого. Они более удобны. Либо переключиться вообще вручные. Следующая настройка это sharpness, denoise и так далее. Sharpness это четкость. Denoise это уменьшение шумов. Saturation это наоборот размытие. Гамма это вообще яркость красок. Яркость цвета. Конечно гамму вот обычно я где-то ставлю чуть побольше. И контрастность рекомендуется тоже выбрать на ваше усмотрение. Где-то наверное вот так. Следующий параметр это в зависимости частота источника питания в герцах. В нашем случае мы используем микроскоп, который подключен в 220 вольт с частотой 50 герц. В некоторых странах буржуазных есть 110 вольт и 60 герц. Соответственно там надо выбирать эту настройку. Но если есть источник питания DCI, то есть постоянное питание, соответственно можно выбрать ее. В принципе на хороших микроскопах никакого мерцания нету. И поэтому настройка это не актуально. Мне встречались там дешевые микроскопы с плохими осветителями, где конечно 50 герц было бы оптимально. И это бы устранило явно видимое мерцание на дисплее. Которое мы кстати обычно глазом не видим. Если вы тут что-то начудили и не знаете как вернуть обратно, нажимаем кнопочку Default. Default переводится на русский язык как вернуть настройки по умолчанию. Нажав сюда, все сбрасывается в режим по умолчанию. Но я сразу верну баланс белого, такой как нам нужен. И уберу автоматическую экспозицию. Следующий момент. Что в нижней панели? Ну в нижней панели мы уже немножко затрагили этот вопрос. Приближение. Смотрите, обеспечивает такое хорошее приближение с размытием. То есть мы не видим каких-то там квадратов. Мы можем попробовать подрегулировать четкость. Но конечно это уже не очень корректно. Вот у нас удаление. Кстати, зум работает до аж до 10 крат. Очень плавный, очень хороший зум. Сохраним кадр. Мы можем сделать увеличение. И также сохранить кадр. Это в увеличенного объекта. Дальше. Следующий момент. Вернуть. Так. Повернуть вправо-влево. Это зеркальное отображение по горизонтали. То есть вот так. Для чего это нужно? Ну, когда мы регулировки проводим, то, например, перемещая к себе образец, он должен опускаться вниз, как сейчас у меня. Когда мы перемещаем. Если мы. А, да. А если мы двигаем вправо-влево, сейчас другим. То влево двигая образец, он у нас сейчас перемещается вправо, потому что мы включили зеркальное отображение. Но я normal image. Двигая образец вправо. Вот сейчас. Двигая образец вправо. Ну, соответственно, у нас перемещается. Мы все больше и больше видим то, что справа. Следующий шаг. Это сверху вниз. То же самое. Если вы неправильно установили камеру не той стороной, то тогда вам эта настройка нужна. То есть двигая к себе, у вас будет образец.